добрый вечер дорогие друзья варим он кричат а мы с вами возле вольера с навесиком так мне нравится этот эта пища можно так сказать это укрытие очень комфортно посадить какие уже взрослые левята уже подростки им конечно очень с мамой комфортно а я друзья как всегда выбираюсь поговорить когда что-то такое необычное ветер необычное узнаю этот раз меня поразила информация из инстаграма гнединой о ее покупки дома не знаю друзья насколько это правда но говорят что правда видели в кадастре значит этот дом зарегистрированный на нее и мне нравится то что она пишет там у чука любовь кто еще не слышал это эту информацию допустим я только услышала любовь любовь у чука с левицей она разглагольствует человек подвергший неоднократно как показывает вождение за рулем у ребенка своего опасности человек который хочет посадить олега зубкова но это ее хотелки на четыре года с половиной они вот как суд значит этот вас в главе с господи борисенко признал на 2 и 3 человек который очень хочет 5 миллионов получить за то что подверг своего ребенка опасности и лишил его фаланги пальцев своими действиями непродуманными человек покупает дом и рассказывает людям значит как он это как это все значит получилось вот она значит хотела жить в доме как она говорит нужно общем я понимаю что она где-то там в какой-то непонятно в чем секта не сектор это по-другому называется как-то в какой-то конторе ну вот она говорит вот я значит свое желание дом рисовала на там его или что она там реализовала положила в конвертик и вот тем самым как-то это называется напишите мне значит комментариях и вот значит вот дома на так себя хотела что несколько раз значит она делала ложила в конвертик этот дом и вот о чудо она нашла дом и он ее у нее появился пока дасту смотри ориентировочная стоимость этого дома около 20 миллионов может больше может меньше меня в этой ситуации очень удивляют время уделяет временной промежуток когда ее мечта о доме таким неожиданным образом свершилось это случилось примерно там в общем восемь месяцев назад она начала планировать опять-таки друзья могу там туда-сюда месяц туда месяц назад я говорю примерно значит что восемь месяцев назад она захотела и вот буквально совсем недавно месяца 3 а вы понимаете что такое три месяца это после решения значит суда борисенко 3 месяца это тот срок когда сидит олег алексеевич ровно три месяца вот будет через несколько дней так вот где-то три месяца назад нужно посмотреть по датам но это все есть кадастре да это всем легко проверяется у нее появился этот дом вот таким чудодейственным образом так что друзья можно просто загадать желание миллионов за 20 нарисовать или как-то наклеить я не знаю положить в конверте сделать пару махов сверху руками по всей видимости а перекличка даже львы возмущаются такой наглости товарищи такой брехне по-другому а назвать не могу это мое субъективное мнение как я это вижу а вот так что друзья опять есть на чем подумать на мой взгляд опять таки все становится ясно и откуда деньги в конвертике на дом да и какие махи были сделаны и и почему все так совпало человек даже не считает нужным так как бы это сказать называется прет да вот так хочется показать это все что человек просто выставляет в соцсетях я сказывает такую волшебную историю не знаю друзья напишите есть ли среди вас такие же счастливчики которым по мгновению палочки сразу после суда начала над одним человеком сразу чудодейственным образом появляется дом вот настолько на мой взгляд показательное дело вот опять и все время все время все время в парке все время идет инсляция мира безопасности настолько показательное друзья дело настолько здесь много вранья подлости человеческой мерзости и алчности что ну на мой взгляд хрестоматийное вообще дело как нескольким людям по всей видимости договориться и извлечь выгоду кому-то долг не надо отдавать кому-то 5 миллионов хочется и дом чудодейственным образом появляется чем дальше тем интереснее это дело но мы друзья с вами знаем и другое есть много хороших русских пословиц и поэтому что сколько веревочки не виться а конец будет и по бумеранг и по все остальное я знаю одно никогда счастье свое и своих детей ты не построишь на вот такой мерзости и такой подлости бумеранг это такое очень быстро летающие орудие жалко только мне в таких ситуациях что этот бумеранг иногда бьет не по людям которые совершили подлость а по их близким особенно по детям а ребенок в этой семье и так уже бедный настрадался и по всей видимости еще с таким с такой матерью с такими дедушками и бабушками еще по всей видимости не последнее происшествие дай бог чтобы так не случилось ребенок ни в чем виноват ребенок и так пострадал но родители к сожалению не выбирают а я хочу напомнить друзья что совсем скоро буквально через два дня состоится суд в верховном суде города симферополя улица павленко 2 и мы надеемся что справедливость восторжествует и из зала суда олег алексеевич поедет своим животным своей семье к нашей огромной радости и львы своим криком подтверждают это победа будет за львами с любовью из тайгана